Дадут ли ему свалить тихонько куда-нибудь аккуратненько на его виллу и доживать там жизни с его миллиардами, то здесь вопрос риторический, потому что это риск. Персонаж может каким-то образом где-то проявиться, его могут заснять, но такие риски западные спецслужбы обычно не идут. Если мы проанализируем также западные средства массовой информации, мы слышим заявление от Линси Грэма о том, что нужны выборы определенные в 2024 году. Также мы видим от различных изданий Соросовских, например, «Новое время», журнал, который четко филирован с посольством США в Украине, где на первой обложке выставили персонажа по фамилии Притулов, а Зеленского ставят где-то на второй, на третий ряд, то здесь уже не нужно долго размышлять в отношении реальных настроений и реальных планов конкретно дипломатов американских. Если размышлять на тему того, дадут ли ему свалить тихонько куда-нибудь аккуратненько на его виллу и доживать там жизни с его миллиардами, то здесь вопрос риторический, потому что это риск. Персонаж может каким-то образом где-то проявиться, его могут заснять, но такие риски западные спецслужбы обычно не идут. Скорее всего будут использовать британский конвой Зеленского, потому что сейчас, как известно, как начались боевые действия, собственно, без британских наемников Зеленский не передвигается. Если говорить за то, способны ли британские или американские спецслужбы на ликвидацию, то здесь, как говорится, к гадалке ходить особо не надо, если просто проанализировать, что, по сути, Аль-Каида, ИГИЛ – это те террористические организации, которые созданы были различными западными спецслужбами, или, например, вот дело с Креплеей, или истории различные с участием вот так называемых, скажем так, неизвестных людей, которые начинают стрелять, например, там на площадях при цветных революциях. Как только поступит телефонный звонок, ликвидируют очень и очень быстро. Субтитры создавал DimaTorzok